Трудятся как пчелы. В совхозе тепличной это устойчивое выражение приобретает буквальный смысл. На получение урожая работают пчелы и шмели. Технология опыления культуры в тепличных условиях уникальна. В нашем регионе она появилась одной из первых в стране. Вчеринная семья пчел – это основные опыления, опылители, культура огурца. Потому что культура огурца энтомофильная, то есть должно происходить перекрестное пчелоопыление. Чтобы опыление проходило правильно, пчеле необходимо 7-11 раз подлететь к одному цветку. Только в этом случае огурец получится ровным и красивым. Пчелинная семья считается не по душам, а по количеству улочек занимаемых. То есть пространство между дверьми рамками называется улочкой. Чем больше улочки, тем пчелнее семья. На водной улочке может сидеть от 2,5 до 3,5 тысяч пчелок. То есть если семья занимает 10 улочек, значит там 25-35 тысяч пчелок в одном углу. Что человеку хорошо, то пчели отлично, рассказывают сотрудники совхоза. Температура в теплице должна быть 17-25 градусов. Больше – жарко, меньше – холодно. Активность работы насекомых снижается. Очень любят пчелы солнца. В погожие дни они буквально заполоняют теплицы, отвлекая сотрудников от сбора урожая. Мы работали, а что это пчелки? Это пчелки, они успокаиваются. Не страшно, что покусают? Я не боюсь. Шмели гораздо менее зависимы от погодных условий. С удовольствием работают и в пасмурные дни. В год здесь два урожая. Над опылением трудится 1755 шмельевых семейств. Шмели более компактные, они меньше мигрируют за пределы теплицы. И работают более успешно. Производство шмелей – технология запатентованная лабораторией тепличного. Она тоже уникальна. В агробиоцентре совхоза шмелей выводят в несколько этапов. Сначала из семейного воспроизводства специалисты отбирают маток и трудней. Затем проходит выгул маток в таком ящике. Сюда подсаживают трудней для спаривания. В условиях лаборатории разводить шмелей очень удобно, рассказывают специалисты. Никаких особых режимов выдерживать не нужно. Затем на 4 месяца матки перемещаются в специальную камеру. Процесс называется диапауза. Насекомое находится в холодильнике при температуре 2 градуса со знаком «плюс». После диапаузы – красная комната. Корм. Здесь углеводный сахарный сироп инвертированный. И белковый корм. Цветочная пыльца, которую пчелы собирают. И самочка в этой коробочке начинает закладку гнезда. Это яйцекладку, инкубирует яйца, выводятся личинки. И потом в куколки выходят молодые рабочие осы. Считается, что при красном излучении шмелей не видят человека. Шумов и посторонних запахов в лаборатории не должно быть. Семья растет в течение 4 недель. Пересаживают в более крупные садочки, в другую термокамеру. Еще на 4-5 недель. И в дальнейшем либо семья идут на выдачу в теплице, либо на воспроизводство. То есть воспроизводство, то снова отбираем маток, трутней. Так что все достаточно просто. Попробуйте. Технология пыления огурцов шмелями и пчелами считается громоздкой и дорогостоящей. Сейчас она отмирает, рассказывают агрономы. Гораздо выгоднее выращивать огурцы портенокорпическим методом. Говоря проще – самоплодным. Урожай получается ровный и красивый, но свои питательные свойства теряет. На тепличном вкусовым параметрам огурцов относятся очень бережно. Гордятся тем, что не используют при производстве стимуляторов. Подается раствор пикательный в трубочку. В этой трубочке капельница находится под давлением. Вот это. И через эту капельницу капает раствор сюда. Несовременно, зато вкусно, полезно и проверено временем. Пока это возможно, на тепличном постараются сохранить технологию пчелопыления. Ивановцы любят сочный местный урожай, а не будто пластмассовые импортные плоды.